На наших полях работают труженики земли, без помещиков, без кулаков. Руководят этими работами, люди из народа. Это и называется у нас социализмом бытовым. Это и называется у нас свободная социалистическая жизнь народа. Слово для доклада предоставляется Карпову Евгению Владимировичу из коммуны «Вартель. Колхозное строительство в годы Великого Перелома». Приготовиться товарищу Огороднику. Дорогие товарищи, тему уже обозначили, но я должен поблагодарить Александра Сергеевича Хазимову за то, что он дал мне вот эту мысль. И действительно, мне сначала показалось, что мы разбираемся с тонким нюансом формальным, а потом выяснилось, что на самом деле, как всегда, все острые вопросы не таятся в мелочах. Тем не менее, я сделал все равно вот такой обзор. Мы все равно пробежимся по нашему колхозному строительству в годы Великого Перелома. Для того, чтобы прежде всего восстановить историческую хронологию событий. Понятно, что аграрный вопрос, он был во внимании большинства политических партий, особенно перед Великой Октябрьской социалистической революцией. Мало того, даже через много лет некоторые симпатии могут вызывать и кадетские какие-то программы, которые были у меньшевиков. Тем более, они там очень были тесно переплетались. Но вот, как коллеги очень правильно сказали, дело в том, что если мы все-таки рассматриваем вопрос строительства социалистического государства и вопрос реорганизации сельского хозяйства от мелкотоварного, как было правильно сказано, которое не могло бы обеспечить индустриализацию и вообще развитие страны совершенно нового типа, то единственный путь, который мог быть, это действительно создание крупных коллективных хозяйств. Поэтому в 20-е годы началось активное строительство как раз колхозов. Что такое колхозы? Колхозы как предприятие, созданное для коллективного ведения сельского хозяйства и начали они создаваться даже не в 20-е, а еще с 1918 года. При этом они имели три вида. То есть тогда на тот момент еще возможны были вот эти, так скажем, практические поиски. То есть первый вид это товарищество по совместной обработке земли, в котором обобщислялись землепользование и труд, скот, машины, инвентарь, постройки оставались в личной собственности крестьян. Доходы распределялись не только по количеству труда, но и в зависимости от размеров, поевых взносов и ценностей средств производства, предоставленных товариществу для ведения работ. Следующей формой была сельскохозяйственная артель. Производственный кооператив обобщислялись землепользование, труд и основные средства производства, рабочий скот, техника, оборудование, продуктивный скот, хозяйственные постройки. В личной собственности крестьян оставались жилой дом и подсобное хозяйство, в том числе продуктивный скот. Размеры этого хозяйства ограничивались уставом артели. Доходы распределялись по количеству и качеству труда, по тем знаменитым трудодням. И еще одна форма это сельскохозяйственная коммуна, унитарное предприятие, объединялись все средства производства, постройки, мелкий инвентарь, скот и само собственно землепользование. Потребление и бытовое обслуживание членов коммуны полностью базировалось на общественном хозяйстве, распределение было уравнительным, не по труду, а по едокам. Члены коммуны не имели своего личного подсобного хозяйства. Главным образом, вот здесь надо опять же обращать внимание, коммуны организовывались на бывших помещичьих и монастырских землях. А если мы будем смотреть как раз, так скажем, предысторию вопроса, которая это отдельная очень большая тема, то как раз аграрная программа большевиков, когда шли споры с другими политическими партиями, и когда Владимир Ильич Ленин отстаивал свою позицию, это прежде всего было преодоление последствий помещичьего землевладения. То есть, вот почему коммуны, потому что это и общины, это как раз и наиболее такой быстрый способ людей сплотить в коллективные хозяйства. Но, как мы потом увидим, дело здесь дальше не пошло, потому что все-таки необходимо было смотреть на экономический эффект. Потому что, если мы, с одной стороны, должны были обеспечить достаточное количество крупное сельскохозяйственное производство, с другой стороны, как уже предыдущие все наши коллеги говорили, все-таки мы не должны были выплескивать с водой экономизма ту политическую задачу, которая в основном стояла в период строительства социалистического государства. Вот надо отдать должное, что на июнь 1929 года коммуны составляли всего 6,2% всех колхозов по стране ТОЗы, то есть товарищества обработки земли, 60,2%, а вот сельскохозяйственные артели 33,6%. То есть, на самом деле, к 1929 году лидировали как раз товарищества обработки земли. С 1927 по 1929 год советское государство начало разрабатывать комплекс мероприятий по переходу к сплошной коллективизации сельского хозяйства. Весной 1928 года Наркомзем и колхозцентр РСФСР подготовили проект пятилетнего плана по коллективизации крестьянских хозяйств, согласно которому к 1933 году предлагалось объединить в колхозы 1,1 млн. хозяйств. Это примерно 4%. В резолюции пленума ЦК ВКПБ от 10 июня 1928 года политика хлебозаготовок в связи с общим хозяйственным положением указывалось, что несмотря на достижение 95% довоенной нормы пассивных площадей, товарный выход зернового производства едва превышает 50% довоенной нормы. Это, кстати, ответы в цифрах тем людям, которые сомневались по поводу мелкотоварного и крупнотоварного сельскохозяйственного производства. Вот, ну, история не любит сослагательных наклонений, но вот критики, которые говорят, вообще не надо было этого делать и так далее, они просто-напросто, ну, экономическую часть вопроса вообще не представляют себе. 50%! То есть вообще, по большому счету, это экономический крах, потому что вот как раз мелкотоварного производства. Поэтому жизненно необходима была задача укропнения сельскохозяйственного производства. Значит, в процессе доработки этого плана целевой уровень коллективизации был повышен, а в утвержденном весной 29-го года пятилетнем плане предусматривалась уже коллективизация 4-4,5 миллионов крестьянских хозяйств, что на самом деле 16-18% от тех крестьянских хозяйств, которые были. И вот, знакомясь даже с поздними мемуарами, вот я опять же отмечаю следующую вещь. Вот мы, когда с вами читаем литературу, особенно вот перестроечную, постперестроечную, вот где выбита уже, значит, по сути дела основа тех перемен, которые обсуждаются, мы очень часто, значит, видим, ну, такую субъективную, эмоциональную какую-то глобализацию вот этих процессов. На самом деле это не так. Мы с вами имеем сейчас вот разговор о 16-18%. Поэтому, когда нам представляют это все в форме какого-то глобального вала, который, ну, катил по стране, это не совсем правильно. Поэтому, опять же, когда критикуют Иосифа Виссарионовича, что он там ломал, там, значит, там, сельское хозяйство колено, это тоже неверно, потому что на самом деле процесс, в общем-то, был плавный. То есть, потому что мы видим это с вами из цифр. С весны 1929 года на селе начали проводить мероприятия, направленные на увеличение числа коллективных хозяйств, которые привели к существенному росту коллективных хозяйств, преимущественно в форме как раз же тех же товарищей по совместной обработке земли. Ноябрьский 1929 года пленум ЦК ВКПБ принял постановление об итогах и дальнейших задачах колхозного строительства, в котором отметил, что в стране начато широкомасштабное социалистическое переустройство деревни и строительство крупного социалистического земледелия. В постановлении было указано на необходимость перехода к сплошной коллективизации в отдельных регионах. Опять же, заметим, коллективизации в отдельных регионах. На пленуме было принято решение направить в колхозы на постоянную работу 25 тысяч городских рабочих. Тоже у нас об этом все время сейчас забывают. Это как раз пролетаризация деревни. Это знаменитые 25-тысячники. И вследствие их число выросло втрое и где-то составило порядка 73 тысяч человек. То есть, это как раз задача ставилась для руководства созданными колхозами и совхозами. То есть, так или иначе, вот здесь политическую составляющую мы уже видим. То есть, это как раз подчеркивает ее. С переходом осенью 29-го года сплошной коллективизации партийно-государственное руководство страны приступило к выработке новой политики в деревне. Намечаемые высокие темпы коллективизации предполагали усиление налогового пресса на единоличников, мобилизацию пролетарских элементов города и деревни, партийно-комсомольского и советского актива на проведение коллективизации, усиление административно-принудительных и репрессивных методов воздействия на крестьянство и, в первую очередь, на его зажиточную часть. Вот сейчас мы будем с вами немножечко следить за событиями, которые наиболее жаркие споры вызывают. Я сначала вам прочитаю хронологию, потом мы немножко вернемся для того, чтобы это обсудить. Созданному 7 декабря 1929 года Наркомзиума под руководством Яковлева было поручено практически возглавить работу по социалистической реконструкции сельского хозяйства, руководя строительством совхозов, колхозов, МТС, машино-тракторных станций и объединяя работу республиканских комиссариатов земледелия. Значит, основные активы действия по проведению коллективизации пришлись на январь-начало марта 1930 года. 3 января 1930 года Политбюро ЦК ВКПБ был представлен проект постановления ЦК ВКПБ о темпах коллективизации и мерах помощи государству колхозному строительству, который предусматривал сокращение сроков коллективизации важнейших зерновых районов. Это какие районы были? Средняя и Нижняя Волга, Северный Кавказ до 1-2 лет. Для остальных зерновых районов до 2-3 лет. Для важнейших районов, потребляющих полосы, остальных сырьевых районов до 3-4 лет. 4 января 1930 года этот проект постановления был отредактирован Сталином и Яковлевым. В нем были сокращены сроки коллективизации в зерновых районах, а в отношении зажиточной части крестьянства была поставлена задача перехода партии от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества в политике ликвидации кулачества как класса. 5 января 1930 года проект постановления ЦК ВКПБ о темпе коллективизации и мерах помощи государству колхозному строительству был утвержден на заседании Политбюро и 6 января был опубликован в газете «Правда». Таким образом, в постановлении ЦК ВКПБ от 5 января 1930 года о темпе коллективизации и мерах помощи государству колхозному строительству была поставлена задача в основном завершить коллективизацию к концу пятилетки 1932 год. При этом в таких важных зерноводческих районах, как Нижняя и Средняя Волга, Северный Касказ уже к осени 1930 года или весной 1931 годов. На местах коллективизация проходила, вот я долго пытался подобрать термин. Сколько времени еще? А сколько там есть? Ну все, нет. Все, нет. Безболее. Нет? Все, хорошо. Тогда немножко надо тогда изменить характер. Тогда мы в целом как бы... Ну вот, да, мы подошли как раз к самой вот такой трагической, печальной как бы ноте. А на местах, вот я долго пытался, Александр Сергеевич, термин подобрать, как она проходила на местах. Подобрал такой современный, значит, термин, он называется неунифицированно. По одной простой причине. Потому что, вот давайте представим себе все-таки хронологию. 29-30 год. Плохо с кадрами, на самом деле. Действительно плохо с кадрами. Вот советское высшее образование, которое потом стало вот к концу 80-х, начало 90-х лучшим образованием в мире, по большому счету, всегда востребовано. И вот разрушение, которого мы сейчас видим с вами воочию, вот нынешними реформами, оно как раз было ответом вот на те страшные события, которые произошли после того, как, в общем-то, правильная генеральная линия партии была, если честно, ну, достаточно трагически исполнена на местах. Потому что, на самом деле, не были преодолены прежде всего субъективные причины. А, как бы, субъективные причины иногда, они очень сильно могут повлиять на объективные. Вот, несмотря на то, что мы с вами прекрасно знаем, что система бьет талант, тем не менее, если субъективные причины, они перерастают в определенную массу, они могут так или иначе, в общем-то, процесс фактически, ну, как бы, и разрушить. В данной ситуации от разрушения процесса не было. Вот мы должны прежде всего это понимать. Уже потом, когда выходили из очень неприятной ситуации 30-го, 31-го и 32-го года, в общем-то, партия постоянно реагировала. Иосиф Виссарионович Сталин постоянно реагировал на те вопросы, которые возникали. Наверное, вот если опять же судить с эмоциональной точки зрения, как сейчас любят наши оппоненты, прежде всего надо почитать переписку Шолохова со Сталиным. Шолохов пишет страшные вещи, которые происходили на Доно. Но Иосиф Виссарионович-то ведь ответил ему достаточно емко и достаточно понятно, что вы смотрите очень однобоко. Действительно есть субъективные проблемы. Действительно есть вот эта необученность кадров. Действительно есть вот эта черта, от которой мы с вами не ушли. Вот мы ее видим с вами буквально воочию сейчас. То есть у нас, мы очень часто, когда говорим про выборы, вот современные наши руководители, они очень правильно говорят, только вы своим усердием меня не погубите. Потому что погубить усердием, в общем-то, достаточно нормальные пожелания руководителя, у нас это одна из таких вот традиционных черт, которые на сегодняшний день есть. Но для этого прежде всего должны быть что? Дисциплина. И мы смотрим с вами на временной период. Это 1929-33 год. Вопросы о закручивании гаек по дисциплине как раз еще будут подняты и как раз они начинают подниматься именно в это время. Потому что если вождь мирового пролетариата, на тот момент Иосиф Виссарионович Старик, пишет свою работу, где он поэтапно расписывает этапы, как нужно действовать, нужно действовать именно так, как просит воздействовать руководитель. Если вы на месте начинаете действовать так, как вы считаете нужным, что вы считаете себя умней политбюроци, как ВКПБ, если вы считаете, что значит вот в данный момент вы намного лучше это исполните, за одним сведете еще личные счеты, еще что-то сделаете, тут действительно любую благую идею можно довести до коллапса. Но другой момент, что еще раз подчеркну, дело в том, что колхозное строительство и вообще преобразование в аграрном секторе экономики так или иначе показали, что превращение мелкотоварного крестьянского хозяйства в крупное социалистическое сельскохозяйственное производство, оно было возможно, оно в общем-то было осуществлено. И другой момент, мы прекрасно все видим, что вот и Великую Отечественную войну, и этапы, которые были потом по восстановлению. И, собственно говоря, вот те наши достаточно интересные в этом плане 70-е и 80-е годы, мы видим с вами совершенно отдельную аграрную историю, которой как раз я и занимаюсь, это вопросы аграрных правоотношений, вопросы аграрной политики. И я не скажу, что это простые вопросы. Вот когда мы с вами говорим про 70-е и 80-е годы в сельском хозяйстве, вот есть другая проблема. Вот в 70-е и 80-е годы, вот как из рога изобилие лилось в сельское хозяйство. Но в тот же момент, вот организационные проблемы, проблемы политические уже, которые тогда вставали, они на самом деле не позволяли сказать, что эта работа, она была удовлетворительной. И вот не нашлось на тот момент политической воли, которая была у Иосифа Виссарионовича, чтобы доводить вот задуманное им и согласованное как раз и с линией партии, и с историей партии, так скажем, и с основными воззрениями социал-демократии, с основными воззрениями коммунистов до конца. Поэтому одна из проблем, которая погубила в свое время царский режим, половинчатость реформ, она не должна губить нас. Спасибо. Спасибо.